Денис Саков И мама продаж Академии Про Диалог Евгения Азябла Здравствуйте, Евгения Здравствуйте Я, не скрою, удивлен Так же, как и перед многими эфирами, я готовлюсь и просматриваю видео и фотоматериал, аккаунты своих будущих интервьюируемых людей И вы меня завлекли, увлекли и заинтриговали, если честно Скажите, про диалог, это название было придумано вами, как фундамент, вы что-то об этом хотели сказать, этим хотели сказать Почему именно про диалог? Про диалог, на самом деле, слово о том, о диалоге, о диалоге с людьми и как продавать, не продавая, а общаясь с клиентом, вот просто так, вести с ним диалог А я, конечно, подумал, что про диалог, диалог будущего Нет, не чуть-чуть по-другому, да, мысль чуть-чуть была другая Ну, хорошо, тогда вот идейный вдохновитель и мама продаж, как это вообще возникло? Мама продаж возникла, на самом деле, с момента того, как я родила первого сына И мне нужно было понимать, как себя, вообще что делать, как себя позиционировать И тогда я завела профиль в инстаграме и думаю, а как себя написать, чтобы было красиво и было понятно и откликалось по поводу меня Думала, думала и думаю, так, я занимаюсь продажами, я мама, ну давайте мы это совместим На самом деле, все было настолько просто, что думаю, ну ладно, давайте И после этого я еще себя начала ассоциировать, что я не просто, да, мама продаж отдельно А мама в смысле, что сын мой это продажи в таком ракурсе Что я отношусь к продажам, как к своим детям А, вот так вот Вот так вот, да Ну хорошо, ну когда вы сказали, ладно, давайте, то есть были какие-то сомнения А когда вы это реноме пустили в мир, ждали какой-то отклик, было позитивное и положительное одобрение Да, да, на самом деле многие все, многие люди, которые мне писали, о классный ник, классно, он очень подходит к тебе Откликается у них со мной, и что было приятно, я думаю, ну значит все правильно было сделано Ну, хорошо, вот подчеркнем это, хочу узнать о теме продажи Где вы приобрели свой навык, навык продаж? Не знаю, учились этому или же набрались опыта? Знаете, как сказал Квентин Таратина, я не учился в институтах или не учился кино Я смотрел кино, так же у меня произошло Я не изучала продажи, я просто занималась продажами и из-за этого вышла любовь к ним И в принципе вот все отношение к продажам, к вам скроете Ну вы довольно, не скрою, довольно нестандартно подходите к процессу продажи Ну, все-таки первый опыт работы И вот и сейчас В трудовой книжке вам первый опыт сказать Ну, если честно, мне безумно интересно, какой путь вы прошли, что вы, не знаю, увидели, подчеркнули Что это как-то внутри себя осмыслив, переосмыслив, да Вы даете в виде уникального, уникального продукта, обучающего продукта И вы обучаете людей продажам Да Но это не просто Получается, вы должны объяснить, объяснить что? Механизм, как общаться, какую-то определенную формулу, как общаться Потому что у любого диалога, даже у вас, да, по сценарию есть диалог, как мы с вами общаемся Ну да Также в продажах есть сценарий, по которому мы должны говорить А в сценарии есть формула, по которой нужно поставить, ну, условно, слова Чтобы они были правильно простроены, чтобы можно продавать было Уточню вопрос Вы к этой формуле каким образом пришли? Через опыт Вот этот опыт, где вы приобрели его? У меня 7 профессий, 25 ниш, в которых я работала Так Делитесь, что это за профессия? Перечисляйте На самом деле, сейчас бы вспомнить, потому что первая была историк Я по образованию училась с 8 по 10 класса в колледже при МГУ Поучила корочку историк Потом у меня была швея Потом я училась на дизайнера одежды Потом по высшему образованию я искусствовед моды Потом я педагог, потому что работала как педагог в художественном кружке И еще, в принципе, шестая В общем, где-то там у меня еще библиотекарь был Где-то еще много профессий И седьмая – это как раз продажи уже в прямую То есть чем я занималась на протяжении всего пути, пока я работала в творчестве Я работала с продажами в той или иной мере Хорошо, но в какой-то момент вы поняли, что все Точка роста завершена, да? Ну, условно, на каком-то этапе И я хочу передать свои знания людям Что это за момент? Наверное, нужно с другого начать Как я вообще из найма ушла в предпринимательскую деятельность Потому что, наверное, с этого нужно начать И потом, как я пришла уже к обучению людей История в том, что все началось с моего мужа Потому что, когда мы с ним познакомились Наверное, прошло, может быть, месяц И в тот момент я работала на удаленной работе Как менеджер по продажам Как руководитель отдела продаж И мне не платили зарплату уже два месяца То есть, и я своему мужчине говорю Я как бы хочу свое Но если я буду понимать Что ты сможешь нас содержать Что я смогу начать творить, делать что-то свое И ты будешь меня поддерживать в этом Он согласился, сказал Ну, хорошо, давай, делай И я начала, наверное, пыталась Так как я была уже в тот момент Потихоньку, да, я сделала сначала свой кул-центр Где мы продавали как раз услуги холодных продаж Для клиентов Какой был штат изначально? По-моему, человек 4-5 там был Потом, после этого я уже Я там была с партнером С партнером у нас Не срастались некие принципы И мы решили расстаться И кул-центр закрыли В тот момент я уже была на, по-моему, пол Да, наверное, 6 месяцев беременности У меня уже было И я пошла в один клуб Предпринимательки, который только начинал разрастаться Сейчас питерский предприниматель он называется Но сейчас руководитель как бы занимается другой деятельностью Я сейчас у него тоже в клубе Нахожусь в сильное окружение Клуб основателей И как раз я пришла к этому человеку Дмитрию Емельянову на наставничество И он сказал Жень, ну, а я переходила в тот момент в творчество Думаю, мамы в декрете сидят и творят Надо же этим заняться Я пошла с этим направлением Он говорит Жень, ну, что ты ерундой страдаешь Иди обратно в продажу Потому что у тебя, ну, там явно рост будет Что ты, зачем ты это делаешь В общем, я подумала, подумала И решила советом воспользоваться И пошла Решила, что нужно Раз я не могу сама продавать Потому что маленький малыш родится И я не смогу физически звонить И помогать другим, да, продавать Я решила, что нужно начать, наверное, помогать Писать диалог Вот я начала писать первые скрипты Они были, естественно, там вообще за минимальные деньги За то, чтобы просто как-то посмотреть, как у меня это работает Мы вывели определенную формулу Я поняла, что это работает Поняла, что конверсии там классные Там от 15% были конверсии в холодных звонках И мы дальше Да, и мы дальше Создала я уже Мастерскую продающих скриптов Где создавались скрипты Мы отрабатывали их с моими Операторами И выдавали уже Итоговый скрипт вместе с лидами Причем с теми С теми потенциальными клиентами Которыми можно было отдавать уже клиенту После этого Я забеременела вторым ребенком Решила усложнить себе задачу Потому что поняла, что писать скрипты Мне уже будет тяжело Потому что это нужно физически сесть Часа 4-5 потратить А с двумя детьми Когда у них разный режим Это в принципе крайне невозможно Поэтому если писать, то ночью Поэтому я понимаю, что Наверное, надо как-то видоизменять деятельность И решила Почему бы мне не начать обучать продажи И как раз прекрасный кризис наш наступил Я почему бы называю это прекрасным Потому что лично для меня это был ростом Потому что Много людей сейчас уволились Они не понимают, куда идти Они не понимают, как заработать Им нужно заработать Они хотят, возможно, новых каких-то навыков получить Я предоставляю это обучение с нуля И причем их трудоустраиваю Хорошо А всех берете Вот вы готовите менеджеров по продажам с нуля Такая фраза звучит у вас Вы обучаете всех Отказываете кому-то Нет Вот к вам приходит человек Говорит, я хочу научиться Вы ему говорите Ладно, становись, садись Сначала, на самом деле, у нас происходит процесс Такой, скажем Ну, во-первых, они сначала заполняют такой тест Есть ли у тебя качество менеджера по продажам Если, ну, как бы мы смотрим Насколько есть прям явный А что нужно подтягивать И мы впрямую об этом говорим Вот нужно потянуть это, это, это Если готов, у нас есть там три дня На которых ты можешь вообще окунуться в профессию Понять И если все хорошо Если тебе нравится То давай обучимся И мы трудоустраиваем Единственное, да, что только тех, кто прошел успешно У вас что является выпускным? Успешно продажа Написание скрипта продаж для той компании В которой он идет на практику Ну, такого действующего Да, да, да Вы учите продавать все? Всем? Или что-то определенное? Ну, вообще, так как у меня сфера B2B больше Поэтому и квалификация именно в этой сфере Поэтому я продаю И помогаю обучать именно в этой сфере То есть любая услуга, любой товар Можно спокойно научиться продавать Хорошо, ну Но так как у меня передача Герои нашего времени Меня безумно интересно Каким должен быть менеджер по продажам сейчас? Какими навыками он должен обладать? Вот были 70-е годы Когда только что появился телефон Вы об этом говорили Неоднократно в своих мини-роликах Когда как бы декламируете об этом Вы сказали, что тогда продажи Активно начали внедрять в нашу жизнь У них особый был свой налет Налет своей специфики Но вот сейчас Прошла эпоха Сейчас, как вы говорите 21-й век Сейчас нужно подавать по-другому Как вы это делаете? Чему вы учите? Какими, повторюсь, навыками должен обладать менеджер сейчас? Какими навыками? Тут на самом деле вопрос С точки зрения Я как менеджер Какими навыками? Или мне как компании Какие навыки нужно в менеджере? Вы когда учите, объясняете им, что нужно Да Делать так, как нужно в себе Культивировать те-то, те-то качества Чтобы вы качественно продавали На самом деле Основное, наверное, это проактивность Чтобы быть активным До момента того, как тебе что-то сказали Это, наверное, один из моментов Где вообще Такого менеджера С ним будет удобнее работать Потому что он будет руководителю Накидывать какие-то идеи, рассказывать Но здесь основное, чтобы руководитель Да, был понимающим И ништяки воспринимал Да, как у меня во многих компаниях было Когда я что-то пыталась внедрять Причем я понимаю, что да Это как бы должно сработать Давайте попробуем Мне, ну, давайте Нет А ведь на момент Такой корректирующий вопрос На момент, когда менеджер предлагает Что-то своему работодателю Давайте попробуем это Это может что-то работать, что-то нет Идут какие-то финансовые потери Нет? Вот этот момент Если мы говорим Ну, если мы не говорим Про изменения вообще Полностью Там, не знаю Всей воронки продаж Либо там Каких-то действий Что действительно нужно Финансово вливаться То тогда нет Там просто может быть идея А давайте мы попробуем Поговорить по-другому А давайте мы здесь делаем так А давайте Может быть мы как бы Что-то сделаем там Для человека бесплатно Чтобы ему было проще И основное, наверное Для меня Понимание Что мы общаемся с людьми Вот это, наверное, самый главный критерий Которых я обучаю менеджеров Что вы общаетесь Не с клиентами Вы не общаетесь там по телефону Там с кем-то Не важно с кем Вы общаетесь с людьми Это такие же люди, как и вы И поэтому с ними нужно общаться по-человечески Ну, я так понял Чтобы активно и качественно Реализовывать свои навыки Менеджеру нужно еще убедить руководителя И если руководитель с какими-то внутренними преградами На новые веяния какие-то То будет тяжело работать этому Про-менеджеру Так называемый Поэтому вот наверняка в процессе обучения Вы еще учите договариваться с руководителями Да, я на самом деле В одном из уроков Рассказываю как раз о роли руководителя О роли руководителя в жизни менеджера Менеджера в жизни руководителя И клиента во всей этих игрищах, скажем так Потому что у каждого своя задача в этой игре И нужно понимать, что, допустим, руководитель Говорит какие-то вещи Не потому что там он тебя вот так к пальчику притыкает И говорит, что так нельзя делать У него, значит, есть какие-то понимания Как нужно это делать Либо вообще как себя вести, допустим И он спокойно говорит об этом И менеджеру нужно понимать Что это не к нему претензия какая-то А что у него, у директора такая задача И такая, вот как раз мы говорим об играх внутри компании И в коллективе, и все об остальном Игры, ну да, игры Поэтому я считаю, что вы мой практически коллега А, вот, про профессию Про профессию, радиоведущая Радиоведущая? Еще вы радиоведущая? Ну прекрасно Тогда скажите мне Я, наверное, скажу вам Что вы меня изначально поразили Следующим, вы заявили, что продавать нужно честно И я в этот момент хорошо сидел Я бы точно свалился Потому как Это для меня все равно, что Банкиры говорят Давайте будем давать кредиты без процента Продавать честно Еще вы заявили, что нечестно продавать Это не круто То есть Продавать честно Если ты хочешь хорошо продавать То, понимаете, так или иначе Нужно как-то Нет Подойти, попытаться Так вот, продажа Это выявление потребностей Или манипуляция? Каверзный такой вопрос А то, конечно На самом деле Это легкая манипуляция Но из расчета, что у клиента есть потребность А где та грань? Очень тонкая Она очень тонкая И нужно ее ощущать Как раз тоже Стараюсь этому учить Что есть, опять же, та настойчивость И навязчивость И вот между этими двумя понятиями Очень легко перескочить Уточню Вы учите Продавать Манипулировать И выявлять потребности Выявлять потребности Это не манипулировать Вот и об этом я говорю Где грань между собой? Где грань? Манипулировать Это когда ты просто подталкиваешь клиента К тому действию Которое необходимо сделать Так Потому что без тебя он этого не сделает Не потому что он не хочет А потому что мы Во-первых, мы привыкли Что нам Ну, мы в кавычках это поставим Диктуют Диктуют какие-то условия Сходи Даже в рекламе В обычной В любой Мы говорим там Сходи туда Купи то Сделай это И то есть Это посыл Это не манипуляция Это посыл что-то сделать И если мы этого не сделаем То человек-то и не пойдет Мы как бы Должны направлять человека На то действие Которое и ему И нам нужно И мы звоним Да, общаемся с клиентами Мы понимаем Что допустим Если он нам звонит Скорее Ну, он изначально понял Что возможно Ему это нужно Значит 100% Просто нужно там Сказать какие-то слова Чтобы его направить В нужное нам русло Ну хорошо Вот вы вкладываете В руки Своему ученику Некий инструмент Универсальный инструмент Продаж Некие определенные знания Он берет Этот инструмент Упорхает Из-под вашего крыла И пользуется им Там в миру В быту Он отучился А если он Использует Эти навыки Не экологично Вообще Экологичность Это моя больная тема Скажем так Потому что я преподаю Экологичные продажи Которые как раз Без навязчивости Без манипуляций Без жестких манипуляций Без агрессивности Какой-то И я изначально преподаю Методы Которые показывают Что можно общаться Можно продавать Не манипулируя Без вот этих вот Агрессивных И поэтому Я пока не понимаю Как если они выйдут Они начнут Ну типа Ай да ладно Ничего не будет Пошли по другому Не скрою Это должно быть Вот как я себе это вижу Пришел Видят вас Видят что вы Квалифицированные специалисты Можете передать Какой-то уникальный навык А к вам пришел Какой-то Очень жесткий сетевик Да И такой думает Ух ты Чего-то я не знаю Честно говоря Сетевиков я изначально Вы их видите Во-первых я их вижу Во-вторых Сечете Ну как говорите Считываете Даже на самом деле Первое сообщение вконтакте Сразу понятно До свидания Даже если здравствуйте Напишем Ага Значит Это отсылка к моему Прошлому вопросу Значит не всем говорите Существует отсев Да Отсев Единственное Наверное Это как раз Про сетевых компаний Потому что они Изначально все Агрессивно продают И переубеждать Что надо по-другому Они не воспринимают Поэтому в принципе Мне проще Как бы сказать Им нет Чем пытаться Делать то Что не приведет Никакому результату Они Потому что не будут Выполнять И делать Потому что Их в сетевых компаниях Прошу прощения Я люблю сетевые компании Я изначально То есть Потому что Я работала сама В четырех Сейчас будет Какая-то Инцидентская информация Я работала В четырех из них И я понимаю Что кому-то Это заходит То есть Кому-то это нравится Работать там Окей Пожалуйста Работайте Ну как бы Я вообще считаю Что сетевая компания Она как бы хороша В Америке Сто процентов Потому что Они там так продают Ну там ментальность Подходит У нас чуть-чуть Ментальность Поэтому у нас И Агрессивные такие Отношения По поводу Сетевых компаний И они пока не поняли Что можно Вот они агрессивно И другие агрессивно И вот эта агрессивность Друг на друга накидывается Если как бы Кто-то из них Хотя бы начнет Там Делать какие-то Более лояльности Да что Как бы Если на самом деле Сетевики поймут Что нужно чуть-чуть Лояльнее относиться К продажам И не так агрессивно Продавать Скорее всего Тогда их покупатели Потенциальные Будут так же реагировать На них по-другому Но Как бы К сожалению Пока большая часть Так как это все С Америки идет А в Америке Там есть формула четкая Формула четкая Да И как бы Они не могут Переступить Перестроиться Перестроиться Да Ну соответственно Я делаю вывод Вы Вы конкретно Евгения Вы раскрыли Какой-то уникальный Как мне кажется Да Уникальный Код Граждан На территории Проживающих на территории Российской Федерации Да И Вы Сквозь призму Этого кода Даете некую информацию Граждане наши Привыкли так Они любят это Они не любят Чтобы давили То есть именно Через это Да Вы прибыльете Ну это прекрасно Если это так Это прекрасно Безусловно Хорошо Тогда Я позволю себе Я никогда такого не делал Потому что знаю Это Не экологично Ну к примеру Меня бы Я пришел куда-то И меня бы спросили Денис Сыграй Но мне так хочется Мне так хочется Попросить вас Продать мне Эту ручку Но Я хочу уйти От шаблона Продаж Я хочу попросить Евгению Продать мне ее Как сейчас продают Примерно Можно попросить Это делать Евгения Продайте мне Эту ручку Денис Я хочу Так как вы много пишете И так как скорее всего У вас Есть Много Интервьюиров Которых Вы Узнаете Ну Узнаете И потом Общаетесь с ними В интервью Я хотела бы вам Продать партию Как минимум Из ста ручек С вашими По логотипам Но Для начала Я хочу вам продать Одну ручку За 1 рубль Чтобы вы посмотрели Как она работает Насколько она качественна Насколько она вам В руке удобно смотрится И Подходит ли она К вашему костюму Мне кажется Подойдет Поэтому Да За 1 рубль Я ее вам продам А вы Потом решите Будете вы покупать 100 штучек Или нет Это уже ручка С моим логотипом Да Да Конечно За 1 рубль Я ее куплю Спасибо большое Ну Я понял Я понял Да То есть Никита Не просто продавать Ручку А сделать Возможно Апгрейд Ручки Да Не только апгрейд Апгрейд Просто на самом деле Я посчитала Что Будет Это интересно Для конкретно Человека Который Бренд И ему будет интересно Преподносить Как подарок Мы с вами Интервью провели А теперь Подарок От меня Ручка С логотипом Хорошая идея Отличная идея Мне кажется Я вас возьму На вооружение И вы В процессе продажи Вы пошли На мое поле Залезли в мою шкуру На какое-то мгновение Но это Доказательство Что Евгения Из моего стана Вы перевоплотились Как бы стали мною Приняли мой образ Это прекрасно Все-таки Вот Расскажите Тот поиск 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 нестандартных Методов решения Поиск Возможно он творческий В обучении Он интуитивный у вас Или у вас есть какая-то Вот та самая формула Формула появилась Как раз после того Как я интуитивно Начала общаться С людьми Продавая им И поняла Что по тем текстам Которые мне давали Руководители Оно не шло вообще То есть Шло Но очень тяжело Я начинала Экспериментировать Смотреть Понимать По-другому Общаться И когда ты На самом деле Входишь в какой-то поток Ты общаешься с клиентом У тебя все получается Когда ты уже По-другому Начинаешь разговаривать И потом я поняла Что у меня появилась Какая-то формула Общения И я решила Это перенести Как раз уже В такую формулу В виде текстов И чтобы это Можно было Дублировать Вообще В абсолютно Разную сферу Деятельности Ну хорошо А вот Я задавал вопрос Каким должен быть Какими навыками Должен обладать Менеджер по продажам Сейчас А вот Завтра Ну условно Завтра Что будет завтра Какими Как должен Перевоплотиться Как должен Измениться Менеджер Чтобы продавать Продукты завтра В будущем Наверное Надо читать мысли Если мы говорим А вообще Вот завтра Когда это будет Не через 10 А через 100 лет Понимать Ну то есть Читать интуитивно Человека И понимать его Потребность До момента Как он откроет рот Это знаете Когда Ничего себе Сейчас у нас Там Кто у нас там Создает Фейсбук Да Либо какие-то там Программы Которые могут Считывать тебя До момента Того Как ты вообще Об этом Подумал Еще даже Не подумал А у тебя Уже все появилось Но Прошу прощения У меня закрадывается Легкая мысль Что они Систематизируют Некую информацию Да Неки наши клики Куда мы заходим Что мы кликаем Что мы лайкаем Какие комментарии Вы пишем Аналитика Соответственно Менеджер будущего Биг дата Это по-моему называется Биг дата Биг дата Соответственно Менеджер по продажам Это реальный Биг дата В полном смысле Этого слова Опережающий Мысль Своего клиента Да И предвосхищая Его какое-то возражение На самом деле Когда я Работала сама И сейчас я преподаю И я обучаю Менеджеров Играть внутри процесса Потому что Играть это прикольно Это Чем сидеть просто так И думать Что мне отказали Ой все Катастрофа Начинать играть Я играю каким образом Когда я общаюсь С клиентом Когда если я первый раз звоню Я сто процентов Понимаю Что сейчас будет возражение Ну это Ну как бы Я не знаю К бабке не ходи Пойдешь Все равно будет Это возражение Потому что есть некий шлейф Прошлых продаж От прошлых менеджеров И это да Неважно в принципе Потому что Все равно Когда мы даже С секретарем общаемся У него возникают По разным причинам Возражения И вот я Может быть Может быть да Уже углубляться не буду По каким причинам Это все происходит Мы это тоже разбираем И в итоге Что Играть в игру Нужно Из того Что Я с вами начала общаться А я сейчас думаю А какое вы мне возражение Скажете А вот это Или вот это А если вот это Ну я ставку делаю На это возражение Наверное Вы сейчас Мне скажете Вот это И когда мне говорите Это возражение Я понимаю Что во-первых Я Выиграла И мне становится веселее Я начинаю улыбаться Что тоже Реакция по телефону Очень хорошая Когда вы улыбаетесь Особенно когда вы улыбаетесь На возражение Которое вам сказали То есть вы чувствуете Что по телефону Кто-то там улыбается Конечно Это же слышно И когда Вы поулыбались Уже становится легче И проще И вам тоже Потому что вы как бы Не внутри Что переживания Что вам сейчас возражение Если закинуть Что-то сделают А вы играете И пытаетесь Закрыть А закрыли Ну окей Закрыли Хорошо Нет Ну еще Три возражения Закрыть Хорошо Но тогда я Практически Вы ответили на мой вопрос Какими навыками Должен обладать Менеджер Параллельно Он должен Вести Несколько мыслей Мысль за себя Мысль за клиента Еще несколько вариаций Что клиент может придумать Вариации Что могу и предложить ему я Возразить Это получается Это практически Реально актерские навыки Но И позвольте Позвольте Тут я ставлю свое Актерским навыком Учиться Я учился пять лет Тут он учится четыре года Пять лет Практически по пять часов Каждый день Не вылезая Как говорится Из мастерской Из-под крыла мастера Сколько вы учите? Месяц Месяц Сколько часов? Вот этот Расскажите По часу Где-то уроки У нас идут От часа И плюс Еще у нас Домашние задания Разборы И тренинги Как вы За такой короткий промежуток времени Вкладываете То, что допустим В нас Вкладывают годами Немножко другое Другое? Я сейчас поясню Вот в актерском мастерстве Да и в принципе Даже мы не говорим О актерском мастерстве Мы говорим О сценарии Поэмы Сценарии поэмы Уже все заложено Сценарист Он придумал Ну, как бы Как это все будет выглядеть Скрипт Это-сценарий Актеру Нужно просто прочитать Это сценарий Грамотно и красиво И чтобы он Привлек внимание Аудиторию Здесь то же самое Когда мы говорим О сценарии продаж Скрипте продаж Это то же самое Это текст Который Мы должны правильно И грамотно Сказать Чтобы клиент Согласился И как раз мы обучаем Чтобы не вот думать В процессе Как это все И накидывать С какой ноги идет Моя гусеница Да А чтобы у тебя был текст Либо перед глазами Либо в определенной программе Чтобы ты знал Ну, ты, во-первых, его написал Ты уже понимаешь Что там и к чему И ты уже понимаешь Как с этим можно работать И тебе не нужно задумываться Над тем Что сейчас мне скажут А как мне ответить А сейчас я вот это сделаю Ты уже заранее это все продумал Ты там обыграл это все И уже там в трех вариантах И можешь спокойно Уже отвечать То есть никаких сложностей В этом нет Но этот текст все равно Должен стать моим То есть я должен Вчитаться Проникнуться этим скриптом Если вы пишете сами Свой сценарий Допустим, вы решили Сделать спектакль И вы пишете свой сценарий Сами Ну, я знаю Все подноготные Конечно, вы изначально Понимаете, как вы его создали И вам, даже если вы забудете Слово, когда вы на сцене То вы можете его Специально заменить Заменить Потому что вы знаете Суть не поменяется И здесь все то же самое Мы просто перекладываем По смыслу будет продвижение Да По действию Прекрасно Ну, вот поэтому я считаю Что вы яркая личность Идущая в ногу со временем Скажите, Евгения А вот время Будущее Оно же наступает неумолимо И технологии тоже развиваются Есть ли какие-то IT-программы Которые могут постепенно Вытеснить вас Как единицу рабочую С рынка подготовки людей Или с рынка продаж Честно говоря, я пока таких не знаю Но В любом случае Есть, допустим Специальные Как это называется Забыла В общем, суть в том Что звонит программа У нее уже написан Изначально скрипт И голосом озвучено То, что нужно сказать Ну, то есть Вы как диктор Озвучили то, что нужно сказать И программа Просто На слух воспринимает Что говорит клиент И кидает ему то, что нужно Есть такие программы Но обучить Саму программу Написать тот скрипт Чтобы вот именно так Реагировал человек И чтобы мы выходили На нужное нам действие Пока я не знаю Как это сделать Может быть Я не сильно технически В этом подкована Мы сами только что ранее заявили О неких социальных сетях Которых собирают алгоритмы Это аналитика Так вот я к этому веду Вот это аналитика Программы Если все-таки доведут До апогея Систематизируют программисты И все Вы выпадаете Нет? Значит я еще сделаю апгрейд И сделаю что-то новое Значит вы придумаете Что-то новое Ну прекрасно Я очень-очень доволен Конечно ответами Но попрошу У нас время передачи Наших заканчивается Хочу Чтобы вы дали Людям Те которые слышат Вот те самые продажные скрипты Возможно Каких-то три Обывательских совета Вот Когда они встречаются С продажами Как бы вот Попытайтесь Договорить Ну не знаю Договориться Или успокоить Моих зрителей Да Публику По ту сторону экрана Когда им Они поднимают трубку Им очередной раз Начинают что-то продавать Может быть Дадите какие-то советы Как грамотно Этого продажника Ну остановиться Да Не грубить Вот часто же мы Нарываемся Нарываемся на грубость Вот что бы вы порекомендовали Какие советы Нам Я бы порекомендовала Тем кто звонит Физическим лицам Не звоните Физическим лицам Не надо звонить Не надо звонить Ну зачем вы это делаете Господи Есть более экологичные методы Как можно продать Тот же самый продукт Зачем навязываться Вот опять же Да Мы говорим Почему я не работаю В бедущей сегменте И как раз Не звоним мы Физическим лицам Если вот напрямую Потому что Это очень агрессивно Потому что Это не экологично Потому что Мы влезаем В пространство человека И Советов Я не знаю Как сказать Я обычно Когда мне такие звонят Если у меня нет времени Я как бы В принципе Просто кладу трубку И ничего не говорю Ну то есть Я с первых слов Понимаю Что сейчас начнется И я просто Как бы Ну все Не хочу с вами разговаривать И запрещаете Запрет вызова Да И все Просто класть трубку А если вот уже Знаете Бывает пошло И чтобы энергетически Не затрачиваться И вот как Только класть трубку Просто класть Потому что Потому что в любом случае Там завязано На том Чтобы они вас Энергию высосали Скажем так Ах Все-таки Да Потому что Они так агрессивно Общаются И ставят вас Себя Выше вас И это Изначально Морально Некомфортно Когда они с вами Так общаются Поэтому В любом случае Вы будете в минусе Даже если они вам Что-то продадут И вы не получите Кайфа от этого Вы просто в минус Уйдете И там Плохое настроение У вас будет Деньги вы там Отдали Еще что-то Ну да Прекрасно Хороший совет Не прекрасно Это все Прекрасный совет Просто класть трубку Спасибо большое Было очень интересно К сожалению Время подошло К концу Напоминаю У меня в гостях Была Евгения Азябла Руководитель Идейный вдохновитель Академии Про диалог Ну так же Мама про Даш Огромное спасибо Спасибо Герой нашего времени И я Денис Исаков